Добрый вечер, с вами Роман Выстараб, это прямой эфир на телеканале Своё ТВ. Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Отмечается он ежегодно 14 ноября. Существует мнение, что диабет заболевание исключительно современное. Бич нашей цивилизации и расплата за высокий уровень жизни, приводящий к широкой доступности пищи с богатыми углеводами. Так ли это? И как бороться с этой болезнью? Разобраться в этом нам помогут специалисты краевого эндокринологического диспансера. У нас в гостях Елена Красильникова, заместитель главного врача. Здравствуйте. Ирина Дююн. 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 Простите, пожалуйста. Дююн. Врач-офтальмолог высшей категории. И Ольга Степаненко. Врач-хирург первой категории. Самое первое. Я выговорил всё-таки эндокринологического диспансера. Это уже большая победа. И давайте начнём. Всемирный день борьбы с диабетом. Что это за праздник такой? Ну это всё-таки как праздник. Его празднуют. Как его празднуют? Собрали все сладости дома, весь фастфуд. И массово вынесли его, выбросили, отказали, сказали нет. На самом деле это не праздник. Потому что вы уже сказали, что да, действительно, это болезнь современного мира. Это наиболее распространённая болезнь в современном обществе. И на сегодняшний день распространённость диабета называют пандемией 21 века. То есть он настолько распространён, что захватывает все страны и континенты. Количество больных растёт с невероятной скоростью. И сказать, что это праздник, наверное, не стоит. Но это очень важный день всё равно. Потому что мы этот день отмечаем для того, чтобы привлечь внимание к больным диабетам, к их проблемам. Вот даже то, что вы нас сюда пригласили, говорит о том, что нам нужно, чтобы люди знали об этом заболевании. Чтобы своевременно обратились. А если они уже болеют, то, конечно, принимали максимум усилий для того, чтобы поддерживать нормальное здоровье и избежать осложнений. Как мы его отмечаем? У нас есть традиционный набор мероприятий, которые мы организуем в своём эндокринологическом диспансере. Мы всегда приглашаем больных на школу. У нас есть такая методика обучения больных с сахарным диабетом. Она проходит на постоянной основе. Но в этот день мы всегда приглашаем как можно большее количество людей на расширенную школу диабета. И стараемся рассказать им какие-то, освещаем какие-то темы. Вот. Приглашаем кого-то из специалистов, из офтальмологов. Вот сегодня у нас выступала психолог, потому что этот год как бы идёт под лозунгом «Диабет и семья». Кроме того, у нас идут важные мероприятия в районах. Такие же школы диабета проводятся в специализированных эндокринологических отделениях. Вот. Это вот такой очень важный момент. И мы проводим скрининг, что очень важно. Мы проводим скрининг населения на выявление диабета, то есть измерение глюкозы крови. У нас в диспансере работают медицинские сотрудники для того, чтобы измерить кровь всем желающим. Пожалуйста, приходите любой. Завтра можно с 9 часов до 14 часов. Пожалуйста, мы ждём любой прохожий с улицы, может зайти и это сделать. Для того, чтобы, опять же, дать возможность людям определить бесплатно, вне очереди, уровень глюкозы крови. Ну вот, прежде чем продолжим дальше нашу с вами беседу, уважаемый телезритель, я напоминаю, что мы сейчас работаем в прямом эфире. И если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Звоните нам по номеру 333-020, код города Ставрополя 8652. Или отправляйте свои вопросы на наши мессенджеры в WhatsApp или Viber. 8-928-22-26-626. Если не успели записать, не переживайте, номера будут в течение всей программы внизу экрана. Присоединяйтесь. И теперь давайте о самом главном. Диабет, сахарный диабет. Что это за болезнь? Это тяжёлое заболевание. Это хроническое заболевание, которое характеризуется повышением уровня глюкозы крови. И зачастую, когда наши пациенты обращаются и впервые регистрируют уровень глюкозы крови, они искренне недоумевают. А что же, собственно, произошло? Ну, повысился уровень сахара в крови. Ну, ничего же не болит. Но на самом деле сахарный диабет опасен тем, что развиваются сосудистые осложнения. И если говорить образно, то сахарный диабет – это генерализованное сосудистое заболевание. Потому что если его не лечить и своевременно не предпринимать каких-то мер, каких-то усилий, развиваются тяжелые сосудистые осложнения, такие как поражение глаз, такие как поражение нижних конечностей и поражение почек. Поэтому, конечно же, вообще во всем мире и, естественно, у нас в Ставропольском крае очень большое внимание уделяется и профилактике осложнений, и лечению больных с сахарным диабетом, ну и, конечно же, обучению. Ну, какие первые симптомы могут быть, чтобы человек мог понимать, что есть вероятность, что вот у него… Ну, чтобы он пошел и проверил, например, кровь на сахар. Живет, живет спокойно. А на самом деле ведь может такое быть? Может, безусловно. Дело в том, что мы с вами должны разделить о том, сказать о том, что есть два типа диабета. Есть сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа – это диабет, который развивается у детей, у подростков, у молодых людей. И у этой категории больных клиническая картина, первые проявления очень яркие, очень острые. И зачастую не заметить это просто трудно. Тогда мама обращает внимание, что ребенок очень часто мочится, соответственно, пьет очень много воды, он худеет, вот, он теряет вес и становится вялым, заторможенным, он ослаблен, он болеет часто вирусными инфекциями. И если своевременно не обратиться, то эти симптомы могут катастрофически привести уже к диабетическим осложнениям, например, к диабетическому, там, кетоацидозу и так далее. Но мы в основном всегда обращаем внимание на сахарный диабет второго типа. Почему? Потому что это основная масса. 95% от всех наших пациентов это больные с сахарным диабетом второго типа. Это люди более возрастные, вот, это пожилые люди. И часто симптомов просто может не быть. И вот это то, что, как бы, не то чтобы позволяет, это то, что мы выявляем диабет намного позже, чем он реально начинается. Чем это может быть опасно? С сосудистыми осложнениями. Дело все в том, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа развиваются сердечно-сосудистые осложнения, сердечно-сосудистые катастрофы. И, к сожалению, 65% наших пациентов умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть есть вероятность, если у человека, он не знает, например, что у него сахарный диабет, но чувствует какие-то проблемы с сердцем, к примеру. Это может быть, вот, какие-то предпосылки того, что у него все-таки, возможно, есть заболевание диабетом? Да, возможно такая ситуация. Зачастую бывают ситуации, есть масса примеров, когда пациент попадает, допустим, в инфарктное отделение, и там у него параллельно выявляется диабет, уже текущий диабет. Не случайное определение сахарокрови, которое показало повышение, а уже существующий диабет. То есть если есть проблемы... Вот зачастую раны, долго не заживающие, и по месту жительства хирурги-оперирующие, наблюдающие такого пациента, они выявляют впервые диабет. Зачастую диабет выявляется сразу после ампутации, когда уже человек теряет какой-то из органов, а диабет выявляется впервые. Естественно, он был и ранее, но выявлен вот уже во время осложнений. Выявлен намного позже, чем он реально возник, позже, чем вся проблема. И в чем опасность, да? В чем опасность, и поэтому мы вот так стараемся привлечь внимание к этой проблеме. Ну то же самое можно сказать и о глазах, об органе зрения. То есть может терять зрение, обратиться к окулисту, окулист может направить просто на анализ крови, сдать на сахар, и выявляется диабет. То есть бессимптомно. То есть мы просто хотим донести до людей, что это может быть просто бессимптомно. Если что-то случается, не просто, потому что достаточно часто люди настроены на то, что снижение зрения – это просто банально катаракта, можно пооперироваться. Или возрастные изменения, как говорят. Это часто уже у людей с возрастом. Да, по возрасту, может быть, по возрасту. Но сейчас даже можно сказать, что диабет, в общем-то, помолодел. Ну, наверное, уже 40 лет, люди, 45 выявляются впервые. Вот Елена Евгеньевна скажет, у нас там по статистике даже есть, что впервые обратившиеся 40-45 лет, второй тип диабета, снижение зрения, выявили сахар крови, повышенный сахар крови, вместе с диабетом уже выявляем осложнение. И таких ситуаций у нас не мало. Достаточно много, да. И поэтому вот самое главное. Вот сейчас категория детей, которые заболели диабетом, увеличилась. Есть какая-то статистика, допустим, раньше все-таки больше были подвержены люди среднего возраста. Диабет второго типа помолодел. Не первого типа, а второго. Мы говорим о диабете в основном второго типа, потому что наше лечебное учреждение занимается именно оказанием помощи взрослому населению. У нас есть педиатр-консультант, но мы в основном занимаемся сахарным диабетом второго типа, потому что это превалирующее количество больных. Конечно, у нас есть взрослые, которые болеют сахарным диабетом первого типа, но у них те же самые условия. Когда он, когда этот наш пациент постоянно к нам обращается, все равно мы регулярно его осматриваем на выявление осложнений. Все ясно. Если симптомы, опять же, зрение сердца, в первую очередь нужно все-таки провериться, сдать кровь, чтобы понимать, да, исключить. То есть убрать предпосылки того, что это может быть диабет. И если он есть, то, соответственно, на ранних стадиях, возможно, и не на ранних. Как процесс развивается, вот заболевание, диабет? То есть есть ли какое-то окно, я не знаю, период развития? Когда уже поздно? Вот когда человек понимает, что уже поздно обратились. Есть ли какие-то такие границы? Ну, конечно, таких ситуаций достаточно много. И опять же мы говорим о первом типе и о втором типе. Первый тип, я уже сказала, когда очень ярко развивается клиническая картина, и если своевременно не обращать внимания, развиваются так называемые острые диабетические осложнения. И этот ребенок поступает в специализированное лечебное отделение, и дай бог, чтобы не попал в реанимацию. Это одна ситуация. Опять же мы говорим о первом типе. Если мы говорим о втором типе сахарного диабета, то по мере того, как у пациента нарастает сахар крови, у него появляются вот эти симптомы. У него тоже появляется мочи изнурения, это основной симптом. Компенсаторная жажда, то есть много мочи, потому что высокий уровень сахара крови, почка уже не успевает его фильтровать, и, естественно, моча в избытке, которая продуцируется, имеет высокую астматическую плотность, усиливается мочеиспускание. Компенсаторная жажда, снижение веса. Те же самые симптомы, но это уже тоже, когда сахар крови... Это вот сейчас на что стоит обратить внимание? Чрезвычайно высокий. Различные воспалительные заболевания. Вот Ольга Николаевна сказала, плохо заживают раны. Могут быть какие-то гнойничковые поражения кожи, которые тоже трудно очень лечатся. У женщин бывают хронические воспаления, и у мужчин тоже половых органов, какие-то там хронические воспалительные процессы, которые тоже очень долго и нудно лечат. Но иногда имеет смысл просто определить сахар крови. Хотя я хочу сказать, что наши коллеги, специалисты, они хорошо ориентированы в этих вопросах, и к нам пациенты приходят по направлению врачей других специальностей. Как проверить уровень сахара в крови? Как это делается процедура? Куда обратиться? Куда прийти? Где это можно сделать? Или это можно дома сделать? Если говорить о лечебных учреждениях, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, к которой прикрепляется этот пациент, и обратиться к своему участковому терапевту. Участковый терапевт – это первый врач, который выполняет какие-то диагностические мероприятия для того, чтобы уточнить сахарный диабет. Определяется уровень глюкозы крови, и в зависимости от этого уровня глюкозы крови дальше идет диагностический, лечебный, диагностический процесс. То есть, либо это сахар крови нормальный, и этого пациента отпускают спокойно. Бывает ситуация, когда сахар крови в пограничной зоне, то есть между нормой и патологией. Вот такому пациенту предлагают сделать дополнительное обследование, исследование глюкозы крови с концентрированным раствором глюкозы. Ну, есть такой специальный орально-глюкозотолерантный тест. Или, если мы имеем диабетический показатель, тогда уже этот пациент идет к врачу-эндокринологу, то есть диагноз установлен. Хотя я хочу сказать, что однократного исследования недостаточно. Необходимо сделать исследование несколько раз. То есть это уже комплексный подход должен быть? Хотя я хочу сказать, что очень многие наши пациенты имеют средства контроля дома, имеют глюкометры. Это сейчас очень такой распространенный предмет обихода даже. Очень многие семьи имеют просто для того, чтобы контролировать на всякий случай. И бывают ситуации, когда приходят пациенты, говорят, вы знаете, я у соседки померял, и у меня сахар высокий. Вот что мне делать в этой ситуации? Он идет по тому же пути. Мы определяем сахар крови на лабораторном оборудовании, и тогда уже устанавливается диагноз, если мы имеем высокие показатели. А может он просто подскочить с сахаром? Вот я вот, честно, вот, знаете, как дилетант. Да, как дилетант. А потом обратно он говорит, сегодня подскочил сахар, наверное, что-то съел, может быть, не то. Завтра все нормально, в норму встанет. Что-то съел, это самая любимая фраза наших пациентов. На самом деле я должна сказать, что у здорового человека сахар крови просто так подскочить не может. Вот самое главное. У здорового человека регуляция углеводного обмена настроена так, что сахар крови держится практически всегда в одном очень узком диапазоне. Было исследование на здоровых добровольцах, это были молодые люди, может быть, не очень молодые, но история про то, что при исследовании глюкозы крови, после углеводной нагрузки и так далее, сахар крови у них удерживался в пределах от 4 до 3 до 4,8 ммол на литр. То есть очень узкий диапазон нормальных значений. Потому что у нас есть секреция гормона инсулина, который очень быстро у здорового человека реагирует на любую пищевую нагрузку. И теоретически у здорового человека сахар крови повышаться не может. Даже если он съест, как вы говорите, сладости, снеки, какие-то фастфуды и так далее. Ну да, мы же, когда мы не знаем, мы все время, наверное, что-то съел сейчас пройдет. Все нормализует. Мы только прибавим в весе после этого. А сахар крови не повысится. Выделится столько инсулина, сколько надо. Но это прибавка массы тела. Вот мы поговорили с вами о симптомах. А что же все-таки провоцирует? Какие факторы провоцируют диабет? Есть факторы риска. Это хорошо известные вещи, и мы стараемся информировать. Кстати сказать, на нашем сайте, сайте нашего диспансера, есть опросник на выявление факторов риска. Вы можете зайти на него и посмотреть. Там немного вопросов, но они такие емкие, ключевые вопросы. Первое, что мы должны знать, это генетика. Сейчас очень много пациентов болеют диабетом. Например, у пожилых родителей уже болеют диабетом взрослые. Взрослые дети. То есть он по наследству может? Это наследственное заболевание. Генетическое заболевание. Второй фактор риска – это возраст. С возрастом количество больных диабетом увеличивается. Есть такая статистика, что после 65 лет 8% среди популяции после 65 лет болеют диабетом. А если бы мы доживали до 80 или 85, вот как в скандинавских странах, там уже другая статистика. Там 20-25% среди вот этой категории населения. Возраст – независимый фактор риска. И вот эти вот два фактора риска мы не можем изменить. Это от нас независимая вещь. А есть другие факторы риска, на которые мы можем влиять, которые можем изменить и должны изменить. Первое – это масса тела, избыточная масса тела, ожирение. Ожирение неизбежно ведет к сахарному диабету. Низкая физическая нагрузка. Ну, это, как правило, вещи взаимосвязанные. Это связано избыточное питание, низкая нагрузка и ожирение. Вот. Есть еще, так называемое… Одно вытекает из другого. Одно вытекает из другого. Одно вытекает из другого. Вот. Есть категория женщин, которые родили ребенка с большим весом. То есть, вроде как в народе говорят, там, родила богатыря. На самом деле мы понимаем, что у этой женщины, у этой мамочки, была какая-то уже несостоятельность поджелудочной железы во время беременности. Эти женщины тоже в группе риска. Они должны понимать, что они должны регулярно исследовать сахар крови. А вот сейчас, а ребенок может… Есть опасность, что ребенок уже с врожденным? Вы знаете, есть такие случаи, когда заболевают диабетом прямо на врожденные дети. Но здесь речь идет о другой категории детей, о маловесных детках. А, да. Вот. Есть женщины, у которых диабет установлен во время беременности. Потому что беременность – это функциональное состояние инсулинорезистентности. И сейчас практически всех женщин обследуют на, опять же, выявление сахарного диабета, развившегося во время беременности. То есть, мы знаем, что эта женщина тоже в группе риска. И на будущее мы тоже даем рекомендации. Пожалуйста, приходите, измеряйте сахар крови через полгода после родов и в дальнейшем через какое-то время. Вот это вот основные факторы риска. То есть, как мы все приклеили, много ем я сладкого, ох, не заразили, не заболеть бы мне сахарным диабетом, потому что я сладкоежка. Или это так же? Ну, мы как бы это уже обсудили. Это лишний вес. Это лишний вес. А лишний вес – это риск развития. Но есть люди, которые много сладкого едят и не полнеют. Но это все равно неправильное пищевое поведение. Все. То есть, обязательно нужно следить за питанием. Не важно. Это однозначно. Это даже не обсуждается. А есть какие-то продукты, какая-то система питания, чтобы профилактировать? То есть, вот лучше всего питаться так, соответственно, вероятность, что снижается, что вы заболеете? Или нет? Нет таких вот предпосылов? Есть. Ну, это та же самая профилактика. На самом деле, когда мы говорим о пациентах о питании, они очень часто реагируют. Не совсем правильно говорят, что у меня нет денег соблюдать какую-то особую диету. Нет особых диет. Речь идет просто о правильном питании. Питание должно быть сбалансированным по основным макронутриентам, по белкам, жирам и углеводам. Да? Уже слово «углеводы» у вас прозвучало, вы сказали про это. Углеводы углеводам рознь, углеводы в рационе нужны, но мы всегда говорим о том, что надо убирать легко усвояемые углеводы. То есть мы говорим о полезных углеводах? А полезные углеводы – это сложные углеводы, это углеводы, которые, так называемые, содержат полисахариды, вот эти вот клетчатку, это овощи, листовые овощи. И сложные углеводы, которые тоже нужны в рационе – это каши, крупы, хлеб, макароны и фрукты. Как часто нужно проверять уровень сахара в крови? Мы о ком говорим? О больных? О больных, да. Ну, допустим, мы, в принципе, вот о людях, допустим, сейчас коснемся о больных, и, в принципе, вот человек, который для своего же самочувствия, чтобы себя обезопасить, должен периодически, какая периодичность, чтобы проверить, что все нормально? Если у него в семье есть больной с сахарным диабетом, наверное, он должен это делать чаще. А если он знает, что он в группе риска, то, что сказала Алина Евгеньевна, а если просто здоровый человек, ну, есть же сейчас диспансеризация, наверное, же все-таки как-то население, население же, но, да, вы же не просто, вот, вы сейчас пойдете, вы, молодой, здоровый человек, пойдете брать сахар в крови. Когда у вас будет такой момент? Когда вы пойдете на диспансеризацию? Ну, на самом деле, да, и мы тоже самые такие же люди, мы работаем в том учреждении, где выявляем сахарный диабет, но мы уже хотим сахар крови сдавать, когда у нас диспансеризация. И, соответственно, на диспансеризации можно уже понять, да, да, нет, нет, она тоже с какой-то периодичностью идет, поэтому, конечно, если больной с сахарным диабетом, это отдельная история, а если он не больной с сахарным диабетом, то, значит, тогда, ну, иногда это бывает случайно, иногда вот с периодичностью, когда идет диспансеризация. Мне кажется, что на день диабета есть смысл прийти, если не проходит диспансеризацию. Это очень важный вопрос, потому что самоконтроль, про который вы сказали, это вот такая тоже система определения глюкозы крови в домашних условиях, для того, чтобы человек понимал, что с ним происходит. И частота контроля зависит, конечно, от состояния больного, от степени тяжести заболевания. И, как правило, рекомендации по частоте контроля дает врач. Например, он говорит, Иван Иванович, у вас все хорошо, вы можете измерять, предположим, 2-3 раза в неделю. Но если речь идет о ребенке, предположим, или о пациенте, который получает инсулин в режиме многократных инъекций, мы говорим, что надо измерять как минимум 4 раза в день. А при необходимости и больше. Заболел человек. Какая процедура лечения идет? Что его ждет? Что нужно делать? Как все проходит лечение? Из необходимых таких факторов, что нужно делать? Обратился к специалисту. Это первое. Второе, что мы предлагаем, опять же, мы говорим о питании. Планирование питания. Обязательное условие – это физическая нагрузка. Есть рекомендации по физической нагрузке. Они очень простые, очень доступны. Ольга Николаевна, если что, помогите мне. Даже если наш пациент жалуется на боли в ногах или на снижение чувствительности в ногах, мы все равно говорим им о том, что вам нужно заниматься физической нагрузкой. Физическая нагрузка в постели может быть. Не менее 30 минут в день. Это может быть в комнате, в дверном проеме, это может быть сидячие какие-то упражнения, но она должна. Но минимальные движения должны быть. Это касается даже пожилых людей, даже очень пожилых людей. А все пугаются сразу. Даже лежачих. Никуда не надо бегать, ни на какой спортзал идти не надо. Просто нужно делать минимально для себя, чтобы мышца хоть немножко поработала. Минимально для себя вертикальное положение, удержание положения – это тоже физическая нагрузка. То есть для пожилых удержание себя в вертикальном положении, осанка – это уже нагрузка. Это очень важно на самом деле для координации, для правильной работы мышц, для адаптации пациента. Потому что у многих же шаткость возникает. Баланс удержать. Это мелочи для молодых, но это большой шаг для пожилых. И я хочу сказать, что у нас пожилые многие очень активны. И скандинавская ходьба как-то она всколыхнула население. Они с радостью это принимают на самом деле. Потому что все группы МЭШ задействованы. Я хочу сказать, что они, конечно, не совсем скандинавской ходьбой занимаются. Но в любом случае, тем, чем они занимаются, это уже полезно. Там есть определенные условия, там есть специальное обучение, есть тренеры, которые обучают скандинавской ходьбой. И если она выполняется правильно... Мы отвлеклись, по-моему, немножечко, да? Дальше мы говорим о лечении. Безусловно, лечение назначает врач. Есть лечение таблетированными сахароснижающими препаратами. Есть лечение инсулином. Причем есть различные схемы назначения инсулина. Но наша цель все-таки снизить сахар крови. Потому что есть данные, что высокий уровень сахара крови способствует развитию хронических, поздних осложнений сахарного диабета. Сейчас я напомню нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, вы можете принимать участие. Задавайте свои вопросы. Если они у вас уже созрели, звоните нам по номеру 333-020, код города Ставрополя, 8652. Или отправляйте его на наш месседжер WhatsApp и Viber. 8-928-222-266-26. Номера все так же на экранах. Продолжаем. Уровень сахара и его развитие стараемся мы держать на уровне. То есть вот как лечение проходит. Можно ли совсем излечиться? У человека обнаружили сахарный диабет. Излечиться совсем от этой болезни? Излечиться нет. Это заболевание обменных процессов, будем говорить так. Но есть такое понятие ремиссия. То есть благополучие, период благополучия. И если наш пациент, если у него рана, если у него своевременно выявили диабет, и он соблюдает все наши рекомендации, вполне возможно добиться стабилизации и нормализации уровня сахара в крови. И в таких ситуациях мы говорим, что наступила ремиссия. Хотя, если честно, таких пациентов не так уже и много. То есть все время нужно, если уже обнаружили, просто держать в норме и контролировать. И осмотр смежными специалистами. Многие ходят только к эндокринологу, меряют сахар один раз утром натощак, и успокаиваются на этом. Видят, допустим, цифру ниже 6, и думают, что все благополучно. И приходят уже глубоко запущенные. Впервые слышат, что есть какие-то другие осложнения, кроме показателей на глюкометре. И считают, что они вполне занимаются своим здоровьем. Нет, далеко не так. Нужно обязательно проходить посещение и хирурга, и офтальмолога, и, может быть, невролога, если появляются жалобы. Не ждать, когда направляет эндокринолог. Не надо ждать. А я, Ольга Николаевна, обнаружила, что сейчас пациент входит только к вам, минуя нас. Такая ситуация тоже бывает. Я хочу сказать, что я, если вижу, что у пациента что-то происходит не так, как я планирую, я всегда отправляю к эндокринологу. То есть я понимаю, что справиться мне в одиночку никак. Не нужна команда. И то же самое касается пациента, который вообще впервые ко мне появился. Никогда не был. Я всегда задумываюсь, что же у него там, где я не вижу. Я отправляю к Ирине Анатольевне, чтобы посмотрели глаза. Всегда отправляю. Особенно перед началом сосудистой терапии. Это всегда. Так, чтобы было понятно. За руку, под руку. Да, вот тут написано. Просто я говорю, чтобы команда. Чтобы на всякий случай было понятно и для наших слушателей и телезрителей сказать, что вообще в нашем крае существует дебетологический центр. Это исключительно подразделение, которое занимается диабетом. То есть у нас специалисты, диабетологи, то есть это эндокринологи, но они диабетологи. Они занимаются диабетом исключительно. Ну, естественно, они знают всю эндокринологию, но диабет – это их приоритетное направление. И у нас есть два направления. У нас есть хирургия, Тольга Николаевна расскажет. И есть офтальмология. То есть офтальмология выделена в такое очень узкое направление, как диабетическая, как ретинология. То есть мы занимаемся сетчаткой. Сетчатка – один из показателей осложнений. Может быть, даже на начальном этапе даже иногда можно посмотреть человеку сетчатку, глазное дно, о чём, в принципе, мало кто понимает, что вообще этот офтальмолог смотрит. Надо посмотреть глазное дно, посмотреть его сосуды. И тогда это ключевой момент для эндокринолога и для хирурга, вот что Ольга Николаевна сказала сейчас, для назначения сосудистой терапии и так далее. Что вообще с человеком? То есть иногда к нам люди приходят с затуманиванием зрения или с плохим зрением, а мы выявляем у него уже далеко зашедшую стадию диабетического поражения сетчатки. То есть вот это как раз тот случай, когда вы сказали, что вот да, пройдёт, наверное, там что-то повысилось, это пройдёт, там не заметил. Нет, если когда-то, хоть когда-то у человека был выявлен повышенный уровень сахарокрови, всё-таки надо обратиться к специалистам. И вот как раз обращаю внимание на то, что есть именно такое учреждение, оно как подразделение эндокринологического диспансера, которое уже существует, в общем-то, в ноябре 19 лет уже, да? Мы открылись 1 ноября 2000 года. В 19 лет мы занимаемся исключительно осложнениями диабета и диабетом. Мы читаем школы, мы тоже посещаем с Ольгой Николаевной школы диабета в качестве лекторов. И помимо того, что эндокринологи рассказывают, как себя вести, как... Ну, что касается офтальмологии, например, я могу сказать, что если уже человек заболел сахарным диабетом, то обязательно раз в год он должен посетить офтальмолога. Даже если у него нет никаких жалоб, если он вообще ни на что не жалуется, просто как человек, болеющий сахарным диабетом, он обязан посетить офтальмолога. Если у него уже есть осложнения, то уже тогда мы, конечно, рекомендуем ему уже так, в зависимости от того, в какой стадии диабетического поражения сетчатки мы выявили, с такой частотой приглашаем его посетить офтальмолога. Более того, я еще скажу вам, но уже если про офтальмологию разговор, мы занимаемся еще и лазерной хирургией. То есть мы оказываем амбулаторно помощь пациентам и оперируем лечение поражения сетчатки. То есть мы в нашем учреждении, помимо того, что мы занимаемся офтальмологией выявлением осложнений, мы еще их и лечим. То есть у нас два специалиста в крае, которые занимаются лечением диабетического поражения сетчатки. Вот мы сейчас, вот еще хотел бы потом вернемся, в том, что мы офтальмологи. И у нас есть вопрос от зрителя. Расходные средства по льготе можно получить, интересуется зрителям? Ну, смотря, какие расходные средства он подразумевает. Бывают ситуации, когда пациент под расходными средствами подразумевает, то есть полоски к определению глюкозы и крови. Да, конечно, если они у нас наличие, мы никогда не отказываем пациентам. Вот, то есть полоски выписываются детям в полном объеме, мы стараемся, беременным женщинам в полном объеме, пациентам с первым типом. А пациентам со вторым типом диабета, мы уже это, собственно, обсудили, по частоте контроля, насколько доктор дает ему рекомендации. У нас есть еще одна группа расходных материалов, может быть, это имеет наш слушатель. Я так понимаю, наши жители как раз об этих полосках. У нас еще есть такое лечение, как помповая инсулинотерапия. Пациенты получают помпы, вводят инсулин посредством помпы. Помпы – это такое средство введения. Но к нему нужны расходники, нужны специальные катетеры, нужны иглы и так далее. И на протяжении прошедших лет у нас расходники бесплатно получали только дети. А с прошлого года было постановление в конце прошлого года о том, что расходники могут быть, выписываться, закупаться, выписываться бесплатно с пациентами с сахарным диабетом уже взрослым. На сегодняшний день наше министерство, конечно же, проводит вот эту работу, потому что мы предоставили все списки всех пациентов, которые получают. Я думаю, через какое-то время этот вопрос будет решен. Может быть, об этом имеется в виду. Дети получают бесплатно, взрослых. Этот вопрос сейчас находится на разработке, будем говорить, Министерства здравоохранения края. У нас еще зрители, опять же, присылают вопросы. Но об этом мы уже говорили, возможно, пропустили. Как часто нужно проверять уровень сахара, если в семье есть люди больные с сахарным диабетом, и чтобы не пропустить тот момент, когда начнется болезнь? Ну, вы знаете, по сути дела, если это относительно здоровый человек, достаточно, наверное, одного раза в год. Но тут можно много об этом говорить, но, опять же, если мы говорим о том, что есть родственники больные диабетом, у вот этого члена семьи есть ожирение, предположим, есть гипертоническая болезнь, есть ишемическая болезнь сердца, то сахар крови он может проверять, ну, допустим, с периодичностью в квартал. В принципе, это его, как бы говорится, личная история. Но я хочу сказать о пожилых людях. Вот во многих семьях все пожилые люди. И иногда бывает, да, действительно, вот они начинают заловаться там на сухость во рту, на усиливающую слабость и так далее. Поэтому пожилым людям сахар крови надо измерять не только натощак, но и после еды. То есть эпизодически, через два часа после приема пищи, в обыденной жизни, ну, такой методом случайного определения тоже можно определить, посмотреть сахар крови. Потому что натощак у него сахар крови может быть нормальный, а после еды у пожилых людей может быть высокий. То есть, если, допустим, в семье есть глюкометр, но он есть, раз мы говорим о семье, где есть люди больные диабетом, значит, можно вот таким образом поступать. Возвращаемся, как я уже говорил, к офтальмологиям. Если у человека зрение действительно ухудшается, и он уже знает, что он болеет сахарным диабетом, то есть при лечении это должно учитываться тот факт, что он болеет? Или просто проходит обычное лечение, как у человека здорового? Какие-то имеются факторы, что лечение по-другому строится? Ну, вы знаете, есть просто определенный порядок. Есть определенный порядок вообще осмотра офтальмологом человека, болеющего сахарным диабетом. То есть мы всегда знаем, вот мы работаем в нашем учреждении, мы всегда знаем, что этот человек уже болеет сахарным диабетом. То есть он стоит у нас на учете. То есть мы уже знаем, что он посетил эндокринолога, что у него есть базовое лечение. Естественно, всегда мы спрашиваем, какой у него уровень сахара в крови, какой гликированный гемоглобин. Это вот показатель среднего уровня за три месяца. Обычно это очень информативный показатель. И, соответственно, мы проверяем ему зрение, мы меряем ему внутриглазное давление, мы расширяем ему всегда зрачок, чтобы посмотреть вот это глазное дно, о котором очень труднодоступна такая структура, чтобы понять, есть у него осложнения или нет у него осложнений. От сахарного диабета, исключительно специфические, потому что зачастую это происходит бессимптомно. И человек, когда начинает уже жаловаться, то это уже далеко зашедшая стадия. Ну и, соответственно, состоящий человек у нас на учёте приходит к офтальмологу по направлению от эндокринолога. Ну, практически, что касается впервые выявленного диабета, то эндокринологи наши сразу к офтальмологу дают направление, и мы сразу его ставим на учёт. Просто эти люди тоже стоят у нас на диспансерном учёте. И вот по результатам обследования мы с пациентом, во-первых, мы беседуем, мы ему говорим, что у вас всё может быть бессимптомно, вы можете ничего, даже снижение зрения не почувствовать. Причём, должно акцентировать внимание, что когда уровень сахара крови нормализуется, то у человека могут и пройти зрительный, какие-то действительно дискомфорт. Туман, затуманивание зрения, ну, например, нечёткость изображения, да, может быть, какие-то приходящие вспышки, пятна, ну, вот какие-то такие дискомфорты, вот как можно это одним словом назвать. И тогда у него нет жалоб. И когда он, если вот у него нормализуется сахар крови, даже некоторые же пациенты говорят, что я себя чувствую хорошо, ну и что, что у меня сахар высокий, я себя чувствую хорошо. В общем-то, болезнь-то есть. Ну и, соответственно... В этом и опасность, когда она начинает. Да, в этом и опасность. Вообще в этом и коварство диабета. Потому что, что касается органа зрения, то это абсолютно бессимптомно происходит. И сетчатка поражается, она поражается с периферических отделов. Никаких жалоб нет. И когда бывают уже жалобы, человек приходит, у него может выпасть просто поле зрения, у него может пропасть зрение, у него может появиться помутнение в виде различных форм помутнения. Ну, кто... Как человек, в общем-то, может описать, что угодно это. Или пауки, или какие-то там... Я не знаю. Все что угодно. И вот я не могу читать. У меня выпадают буквы. Это уже, можно сказать, когда мы уже посматриваем пациента, мы уже говорим, вы знаете, у вас уже далеко зашедшее. Ну как же так? Буквально месяц назад все было хорошо. Какой у вас уровень сахара крови? Ну, допустим, условно говоря, такой-то, высокий. Почему? Ну, потому что... Принимаете? Да, принимаем. Что-то соблюдаете? Ну да, стараюсь, как говорят. Стараюсь. То есть, вот... И, собственно говоря... А с другой стороны, наш осмотр и наш диагноз для эндокринолога это вообще ключевой момент, насколько скомпенсировано данное заболевание. И тогда, соответственно, может быть коррективы внесены в лечение уже эндокринологом. Вот. Ну и, соответственно... Спасибо вам. Все эти пациенты стоят на учёте, все эти пациенты осматриваются. Кому надо, предлагается операция, которой мы занимаемся, лазерная фотокоагуляция сетчатки. Вот. И, собственно говоря, все эти люди у нас, все эти пациенты стоят на диспансерном учёте. Спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Ещё, да, хотелось бы ещё поговорить. Но нам пора прощаться с нашими телезрителями. Огромное вам спасибо, что вы пришли к нам, поделились этой проблемой. Донесли, надеюсь, до наших зрителей, как нужно поступать и как не нужно поступать, и что нужно делать. И, я думаю, мы победим эту болезнь. Будем стараться. Знаете, у нас есть такой известный у нас диабетолог, вот, профессор. Он всегда говорит, что мы проиграли войну с диабетом. Мы давно ушли от здорового образа жизни. Всё. Спасибо вам большое. Это была программа «Прямой эфир». Меня зовут Роман Выстероп. Оставайтесь на своём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова